Вот двойной или тройной блок, там, конечно, защищающиеся некоторые преференции все-таки имеют. Отличная подача, и здесь все, конечно, сложно было связующему Игорю Коваликову добраться, просто добраться до мяча. Он летел непосредственно в сетку, в антенну, но ты, собственно, сетки и коснулся Коваликов. Первый тайм-аут, а кто взял? Наверняка это Валерий Песковский. Призывает поймать Пашицкого. Как развивался счет две серии, мы видим по три очка у тех и у других, причем последовательно одна за другой. Несильный удар, как сказал тренер у центрального «Зенита», и можно попытаться его поймать. Ну, безумству крабрых поем мы песню, как говорится. А пока что под Рябинкин на подаче. И снова создал проблему, придется на тройном блоке атаковать по пазову. А что делать? С той стороны лучший блокирующий чемпионат. И вот то самое соревнование, которое анонсировали на официальном сайте «Зенита», оно в самом разгаре. А кто? Яковлев? Да, Яковлев. Ну, вот уже пять очков как минимум набрал блокирующий «Зенита». И тут же еще одна подача под Рябинкина. То есть сбить с толку его не удалось. Тайм-аут прошел впустую для Песковского. Ну, разумеется, те слова, которые были сказаны волейболистам, они пригодятся в дальнейшем. Может быть, и прямо сейчас. Но как-то осложнить жизнь подающему «Зенита» тайм-аутом Песковскому не удалось. 17-12 плюс 5 – это уже серьезно. Потому что концовка партии на носу. И если вступать в нее с таким преимуществом, то рассчитывать на некие возможности для спасения, с каждым розыгрышем становится все безосновательнее такие расчеты. И опять, смотрите, то же самое. Проблемы есть с приемом у Вишневецкого. И не в первый раз уже, и не только на подачу под Рябинкина. Опять между ним и Макаренко направляется мяч. И, может быть, там руки уже задрожали у Либера. Югры Самотлор. Впрочем, не хочу никого обижать. Разумеется, и с той, и с другой стороны потрясающий мастер. Раев Макаренко подал ровно с тем же успехом. Блистательная серия. Блистательная серия «Зенита». Фактически ставят Югру Самотлора на грань поражения в этой партии. И уже такая железобетонная уверенность чувствуется в действиях под Рябинкина. Возьмет сейчас и лаут подаст, да? Нет, все в порядке. Вишневецкий справился. В защите очень хорош Андрей Фурсов. Скорее не бил, а оставлял мяч за своей командой. И Брезар тонким ударом в котел, как говорят в волейболе. То есть вот в ту самую зону. Примерно на границе третьей и шестой. Где никого нет. Полукругом располагаются игроки в подобных ситуациях. И это используют связующие очень часто. Еще один шанс на брейковое очко. Яковлев на этот раз цели не достиг. И справляются с волейболисты Югры Самотлора. Точный удар Назара Литвиненко. Из четвертой зоны. 20-13. Не совсем там, где хотел Яковлев.